Руслан Ткаченко 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 людей, чаще всего родителей, именно по свойству, по тенденциям, по своим стремлению каким-то. И сейчас очень интересное время, когда государство очень активно готово работать с этими НКО. Вот не прирост, не много ли этих организаций? НКО, социально ориентированные, ведь назвать можно как угодно, а там ходят три человека. С одной стороны, неважно, сколько их ходят, с другой стороны, мой опыт работы показывает, что очень много НКО где одно, два, три человека, но взаимодействие этих НКО, это гораздо сейчас эффективнее, чем сделать одно помпезное на 500 членов, но все равно эти члены, они будут работать чуть-чуть хуже, чем вот эти один, два, три. У нас же, вот мой опыт, почему я так свободно оперирую этими НКО, СО, НКО, семейное образование, мы создали организацию Московский городской родительский комитет. Наша задача была, мы перед собой ставили проблемы Москвы, вот наши школы, вот наши дети, но ко мне тут же стали обращаться люди с регионов, мол, давай, рассказывай, как вы там, я говорю, мы только создались, я еще ничего не знаю, мне ничего не, вот рассказывай, ну мы же сами, вы, Москва, вы все знаете, давай нас учи. И запрос был колоссальный, и буквально через короткое время мы вынуждены были перестроиться на работу с регионами. Потом открылись ворота во всех властных структурах, причем открылись, не то, что мы туда стучались, они открылись, оттуда стали выходить люди и говорят, так, вы родители, вы же знаете, что хотите, так идите рассказывайте. Так нас позвали в общественную палату, так нас встречали в Госдуме, в Совете Федерации, на всяких федеральных телеканалах. То есть, если точно знаешь, чего хочешь, то и двери те же самые откроются, да, я тебя услышал. Ну вот, точно знаешь, чего хочешь, это сильно сказано. Когда мы вот собрались, была такая реакция, а, все плохо, надо там что-то делать. И вот мы собрались и задали вопрос, а что делать, а что мы хотим. И прошел, наверное, год, когда я сознательно глушил деятельность организации, чтобы не наделать глупости, чтобы понять, а что нужно, что мы хотим. И я вам признаюсь, вот я сейчас уже могу говорить, я эксперт. А что такое эксперт? Это человек, который забывает свое мнение, он просто смотрит, что существует, берет реальные какие-то материи, статистику, какие-то происшествия, дела, законы ими оперирует. А когда мы говорим, а вот я хочу то-то, это неправильно, это не экспертная позиция. И вот когда мы стали подходить как эксперты, вы знаете, переворачиваются все пожелания, которые вы хотите. Просто, чтобы вы понимали, насколько переворачиваются вот эти вот требования, есть крамольная вещь. Вы знаете, что самая такая первая опасность для семьи, которая возникла, которая больше всего, ну, одно из самых сильных разрушений семье приносит? Пенсионная система. Мы сейчас к этому вернемся. А вот, знаете, я бы хотела еще, не знаю, входит ли в круг ваших таких забот, волнений, это внешкольное образование, да? Ведь те родители, у нас тоже это существует. Давайте я сразу, чтобы было понятнее. Внешкольное, это не... Семейное? Да, семейное. И домашнее образование? Давайте так. Есть дополнительное образование, которое, допустим, делает же государство, но внешкольное. Это немножко не то. Потом есть семейное образование. Это не совсем то, что раньше называлось домашним. Есть закон об образовании, где есть отдельно семейное образование. Это такая система образования, где за ответственность, за оценки, за образование несут родители, а не школы. Вот об этом, да, о семейном образовании. Но у нас тоже есть те, кто обучает детей дома, но они не афишируют об этом, потому что знают, что в обществе негативно к этому относятся. А ваше мнение, ваше отношение? Это пока негативно. Дело в том, что вот эта путаница семейная и домашняя, это почему негативная, раньше из школы двоечников и больных детей выгоняли, чтобы они дома учились. И домашняя, это когда учителя шли в школу, и там ребенок не способен учиться в школу. И именно диктовывали, да. И домашняя такой негатив осталась. А семейное образование, я читаю трехчасовой семинар по семейному образованию, и то, что знаю, не успеваю сказать, поэтому я скажу очень коротко смысл семейного образования. Школа, общая школа, которая сейчас у нас обязательная школа, она была создана под задачей 19 века. И серьезно она свои задачи не пересмотрела. И если вам нужно куда-то сдать ребенка, чтобы пойти заниматься своими делами, неважно, работа, деньги зарабатывали, просто отдыхать, неважно. То, конечно, вот когда вы не готовы вкладываться в ребенка, школа вас спасет. Но если вот взять некую шкалу, это максимум, которую можно ребенку дать, то вот здесь находится школа. То есть не вдаваясь вот вам прям целиком в ребенка там тратить. Нет. Вы живете, вы работаете, у вас все хорошо, вы просто чуть-чуть даете ребенку себя. То есть КПД от школьного образования? Вы чуть-чуть даете ребенку, вот себя ребенку даете, и в итоге вы дадите больше, чем любая школа. Но это какая-то должна быть подготовка самих родителей? Не обязательно. Смысл простой, вы не учитель, вы зауч. Вы ребенку даете, вот у меня буквально вчера я ехал с таксистом здесь, с Архангельским, и он рассказывает, как у него ребенок сам в два года захотел играть в шашки, и как он в четырем уже начинал читать, и он в шестилетнем возрасте выигрывал на чемпионате города у начальной школы. То есть это самообразование получается? А задача семейного образования, между прочим, не глушить желание ребенка. Вот смотрите, ребенок маленький, хочет играть, бегать. Вот сейчас, вот давайте мы сейчас пойдем поиграем в волейбол. До нас не заставишь, денег заплачь, мы не пойдем. А ребенок сам лезет, что-то хочет. Такой же самый эффект у ребенка на образовании. Если вы вовремя в этот костер будете бросать дровишки, а не заливать водой, как это в школе делают, то ребенок сам все сделает. Мне, чтобы объяснить простенько, вот как вот ребенка заставить, очень просто, дайте ему такое прикольное задание в начале года, а слабо, вот он в пятом классе, а слабо написать в конце года, написать учебник по физике за пятый класс. А личность учителя, которая имеет влияние на ребенка? Понимаете, в чем дело? Или здесь заменяется родителем? Изначально учитель, это был человек, который продолжал родителей. Когда не было школы, вот я родитель, я отец, я отвечаю за все, я говорю, так, надо учить тому, вот этот учитель, наверное, вот я считаю. И я давал полномочия родительские. И когда, кстати, учителя били детей, это я, как отец, могу дать под затыльник. И я говорю, теперь ты, пока вы вместе, учитель, можете наказать. Это мои родительские полномочия. И вот когда учитель несет именно вот эту роль родителя, тогда все получается. Если учитель просто как учитель, нет того влияния, к сожалению. Да, действительно, трех часов не хватит, очень такая глобальная тема. Ну, а вот тьюторство, это туда же входит? Такой для нас, может, непривычный термин? Тьюторство фактически это такой консультант, что ли. Ну, смотрите, ребенок может учиться каждый день просыпаться и 2-3 часа учиться. С другой стороны, он может просыпаться и учиться целых 2-3 месяца одной физики. Потом учиться 2-3 месяца одной математики и так далее, все это постепенно сдавая. Либо он вообще может начальный класс по своей физиологии, по развитию ребенку проще с 1-го по 2-й по 3-й класс бегать, играть, веселиться, рисовать и петь. А потом в последние полгода взять, выучить всю программу, и он будет так же точно, красиво читать, писать и решать, как ребенок. Как ребенок. Нет, это к 4-му классу, что вы с 1-го класса все учитесь, мучаетесь, что вы в конце немножко поучились. Вот будет одинаково, если вы обратили внимание на индивидуальные возможности ребенка. Это и есть тьютерство. Вот тьютер как раз расписывает, он смотрит на вас и помогает, какую программу лучше выбрать, как ее по вечерам учить или по утрам ее учить, в конце недели или на всю неделю размазать. Руслан, скажите, а любой ребенок, на ваш взгляд, способен к такому обучению? Вопрос не в ребенке, вопрос только в родителях. Смотрите, некоторые считают, что семейное образование, это вот есть отдельная школа, есть отдельное семейное образование, эти два таких мантеки и капулетти, которые все время воюют. На самом деле есть научные исследования, показывающие, что чем больше родителей вкладываются в образование, тем лучше успеваемость. Если ребенок, у которого нет справки, что он дурак, ну бывают такие справки, а если ребенок нормально, все, у него развитие хорошее, у него двойки, это говорит только об одном, что им совсем не занимаются родители. И в школе, чтобы ребенок получал хорошие оценки, нужно привлекать родителей. Чем больше привлекают родителей к обучению, тем лучше обучение, еще больше, еще. И в итоге вот развитие, получается, что семейное образование это высшая степень развития школы. Основная задача сейчас школы привлекает родителей к обучению детей. Да, мы обговорили одно направление, другое это многодетные семьи. Мы уж так сегодня по блокам. Вам принадлежит вот такое высказывание, что приоритет многодетным семьям не предоставляется ни по каким вопросам и решениям. И, в пример, вы приводите вот ту же уже упомянутую пенсионную реформу. Вот давайте подробнее на этом остановимся. Почему? Вернемся к тому, что вы сказали ранее о пенсионной реформе. Вообще, если говорить про многодетных, к сожалению, это такая большая глобальная проблема. Во всех странах, сейчас у нас такой глобальный капитализм, просто структура капитализма такая, что она не подразумевает многодетность. Тоже можно много говорить, очень интересная тема, есть семинар, основанная на демографических и социологических исследованиях. Если коротко так, нигде в мире в структуру зарплаты не входит многодетность. Зачем нужна зарплата с точки зрения капиталиста? Если человек постоянно работает, он от усталости сдохнет. Нужно, чтобы он отдыхал. Отдыхал, немножко развлекался, немножко утолял свои инстинкты. И вот все-таки продолжение рода – это некий инстинкт. Вот чтобы утолить этот инстинкт, достаточно одного, максимум двух детей. И поэтому структура зарплаты состоит в том, чтобы человек отдохнул, немножко разлегся, поел и имел одного, максимум двух детей. Поэтому, когда вы рождаете 3, 4, 5 и так далее, по структуре бедности, которая у нас в России отмечена, как только после третьего ребенка, 8% семей попадает в зону бедности. Это пример того, что сама структура, система, все работает против многодетных. Законы и прочее. И пример пенсионной реформы, которая произошла, кстати, в этом году. Кстати, мало кто знает, что у нас новая пенсионная система. И когда я спрашиваю людей, почему, мужики сразу говорят, а мы, судя по статистике, не наживем, нас это не интересует. Что такое. И вот что изменилось для многодетных? Почему именно для многодетных? Раньше два периода отпуска считались в стаж. Полтора года отпуска за одного ребенка, полтора за другого. За 3, 4, 5 стаж уже не считался. И вроде бы это плохо. Но, в принципе, стаж был всего лишь 5 лет наработать, чтобы у вас была уже пенсия нормальная, хорошая. Получается, у вас полтора года за одного, полтора за другого – три. И два года наработать. Их можно было вообще до ребенка наработать. И все. И вы нормальную пенсию получаете. Сейчас сделали стаж за трех, а потом мы его добились, чтобы за четырех детей. Получается, вроде, хорошо. Четыре ребенка идут в стаж. Но теперь по новой системе вам нужен стаж в 15 лет. То есть вы наработали 4 детей, четверо детей – это 6 лет, а вам еще нужно 7 лет работать. Вот этот пункт мало кто расшифровывает. А что делать? У вас есть какие-то видения, как решить проблему? Есть. Или это уже поздно все? Это уже узаконено? Нет, это есть. И вот мы начинали разговор, что были открыты двери, и запрос есть. И действительно, нас слушают и некоторые депутаты, и некоторые сенаторы. И вот предложение с трех до четырех отпусков ввести в стаж – это нас услышали и сделали. Сейчас идут серьезные разговоры о том, чтобы стаж для многодетных уменьшать. И вот здесь 23-го числа в Архангельске была конференция, а конференцию ввела Людмила Павловна Конова, которая здесь была раньше заместитель губернатора по социальной работе, а сейчас на сенатор. Мы с ней в Москве встречались на многих площадках, и поэтому она с радостью меня встретила. И когда я обозначил проблему, она говорит, а уже вопрос решен. То есть что-то мы уже там предложили, что это вопрос решен. То есть это поменяется все-таки? Постоянно идет процесс, и дело в том, что нас слышат, и одна из задач сейчас родителей – это как раз включаться в работу всех уровней власти, потому что власть сейчас готова слушать. Ну вот вам еще принадлежит вот такое высказывание. В одном из интервью вы говорили, что необходимо поменять парадигму мышления чиновника. Но на это, мне кажется, надо уйму времени. Нет. Вы знаете, дело в том, что все очень просто. Есть такая вампирская технология – испугался сам, испугай другого. Почему я так яростно защищаю многодетных? Дело в том, что у нас катастрофическая ситуация в демографии. Это реально… Есть только два слова, которые характеризуют – кризис или катастрофа. То есть, ну, мало чем отличается. Но однако же у нас больше сейчас семей с тремя детьми, чем раньше. Вы знаете, нет. Это видимость, да? Нет. У нас семей стало не больше, их многодетные, наоборот, меньше. У нас сейчас в структуре рождаемости больше первых, вторых детей. Проблема в чем? Сейчас некий всплеск рождаемости, который сейчас в этом году в прошлом году был зафиксирован, он, во-первых, ниже уровня воспроизводства. Это так, что ничего не решает. А во-вторых, он был заранее известен демографом. Просто по той причине, что вошли в соответствующий возраст хорошее поколение 80-х годов. Сейчас будет следующее поколение 90-х годов, где вообще народ практически не рожался. И если практически, ну, довольно-таки достоверно был рассчитан этот всплеск рождаемости, так же достоверно рассчитан дальше падение рождаемости. И исключительно экономические, демографические, социологические расчеты, очень достоверные, показывают, что только многодетная семья может восполнить демографию. Да, недаром вы говорите, что многодетная семья спасет Россию. А вот тут вопрос, зачем демография? Ну, что плохого? Ну, будет нас чуть меньше, ну и что? А вот тут мы подходим к очень критическим ситуациям. Через пару, ну, там, через 50 лет, допустим, нас будет по разным расчетам от 50 до 100 миллионов, в среднем 80-70. При такой огромной территории, во-первых, невозможно обеспечить безопасность. Китайцы могут подойти и выкопать просто в столбики, пройти немножко, сколько хочешь вперед, и закопать их. Ну, ладно, мы не жадны, нас мало, зачем у нас столько территории, пусть китайцы забирают Дальний Восток. Ну, допустим, мы так обсуждаем. Но есть сегодня миграция. Ладно, мы впускаем по миллиону кого-то мигрантов, пытаемся их ассимилировать. Но через 50 лет ожидается таяние гималайских ледников. Это значит, что Пакистан, Индия, Китай лишатся пресной воды. Им нужно будет оттуда текать, чтобы выжить. И по скромным посчетам, к нам вот за какой-то короткий срок упадет миллионов 300 пришлых людей с Пакистана и с Индией. И нас тут 50, их 300, кто кого ассимилирует, вопрос. Ладно, если вы в Архангельске считаете, что до вас пакистанцы не дойдут, вроде как холодно, то я вам еще скажу, есть та же самая пенсионная система, проблема, она возникла не просто так. В принципе, экономически пенсионная система не работает, когда работающих столько же, сколько пенсионеров. А у нас ожидается работающих два, а то и в три раза меньше, чем пенсионеров. Есть даже такой термин депопуляризационная экономика. И вот из этого, ну, то есть вас некому будет кормить, будет все хуже, хуже, хуже. Я могу бы расписать, как начинается с самого рождения малого количества детей, сразу экономика уже рушится. То есть вы вот собираете вот эти данные, и вы отвечаете за то, что вы говорите. И мы пугаем чиновников именно этим, причем мы показываем. И когда мы вот эти вещи рассказываем, чиновники понимают, что, и не только чиновники, мы так пугаем очень многих людей, потому что вот вы видите рядышком многодетную семью. Она там бегает, бедная, они там детей никуда девать. Извините, это именно их дети будут кормить вас. Я могу, ну, операторы, освестители, всех, кто здесь, и ваши дети, и вас, и вас, и вас, всех будут кормить эти многодетные дети, которые вырастут, только они будут. И ваша прямая, не то что обязанность, инстинкт самосохранения должен вас побуждать, помогать этим детям. Но ведь наш чиновник на месте, он ждет только то, что ему спустят сверху. Он сам... Зря вы так думаете. Зря вы так думаете. У нас очень много профессиональных чиновников. Я, когда вошел в эту общественную работу, естественно, я схватил флаг борьбы, там, транспаранты долой, и побежал разбираться. И когда меня впустили, я стал что-то говорить, а мне в ответ говорят люди, которые знают законы, знают традиции, я их слушаю, понимаю, что я вообще-то, извините, лох педальный, я вообще ничего не понимаю. И мне пришлось года два очень серьезно читать, изучать, смотреть и слушать, прежде чем выйти хотя бы на один язык с ними. Это, во-первых, много профессионалов, много честных людей, и много тех, кто действительно очень хочет сильно изменить. Я опять-таки готов привести пример ваш архангельский... — Надо только напугать. — Нет. — Ну, по-хорошему, я говорю. — Ну, во-первых, нужно нам раскрыть глаза, чтобы мы поставили кто вокруг нас, те же самые чиновники. Мы искренне считаем, что там одни воры, которые пилят бюджет, они совершенно так же искренне считают, что здесь все алкоголики, пьянчуги, дай пособие, это уже сразу пропьют, проколют и так далее. Давайте, во-первых, другу доверять. Во-вторых, давайте открывать глаза шире. Когда мне атеисты расскажут, какие плохие попы, они показывают, вот этот вот ворует, вот этот на иномарке, а тот еще и наркоман. Я говорю, хорошо, ладно, три попа воруют наркоман, а остальные 500 тысяч, которые приемные дети, больше всего у священников, многодетных больше всего у священников, меньше всего пьют у священников. А социальных проектов, сколько церковь потянуло, все государство только не сделало. Давайте все в сумме считать. И если мы так подойдем к чиновникам, не все так плохо, я вам скажу. Ну вот здесь тоже, не знаю, не в прямую, но все-таки, наверное, касается вопроса ювенальной юстиции. Законотворцы утверждают, что закон о ювенальной политике в нашей стране никогда не будет принят. А Стахов говорит, что ювенальная юстиция нам чужда. Ваши отношения? Не только так говорят, но они так делают. Если коротко, сейчас на самом высоком уровне принята позиция, что семья — это чрезвычайная ценность. Сейчас вот буквально через несколько, там, 2-3 месяца у нас появится, но она уже есть, концепция семейной политики. Это уже вариант какой-то такой более-менее. Он практически в полном, ну, в таком виде, как есть, он будет уже скоро принят. Там прямо написано, что семья является фундаментом российского общества. Были рождественские чтения в Москве на открытии, зачитывали слова президента, премьера, была Матвиенко Совета Федерации, были Госдумы, были все министры. Во всех, безусловно, во всех выступлениях говорили, что семейные ценности, морально-нравственные ценности — это то, что мы должны защищать и берегать. Вот этого, в принципе, никогда раньше не было. Это четкая позиция. Тогда вопрос, а почему сегодня ювенальная юстиция? Она действительно нам чужда. У нас нету, к сожалению, надо разбирать. Ювенальная юстиция — то, что это некая по уголовной практике ювенальная юстиция, это просто специфическое судопроизводство несовершеннолетним преступникам. А мы под ювенальной юстицией понимаем очень широкое вмешательство государства в дела, в семью. Так вот, у нас очень серьезные здесь подвижки в сторону защиты семьи. Сейчас все признают защиту семьи. Я буквально вот перед эфиром пару часов назад общался с уполномоченным по праву ребенка Архангельской области. И она говорит, что Павел Астахов, это он главный уполномоченный, он всем прямо говорит, что наша задача — ценить семью, сохранять семью, сделать все возможное, чтобы ребенка это не забирали. А как же уберечь ребенка, защитить ребенка? Мы говорим о защите семьи, о защите ребенка среди родителей, которые не справляются с его воспитанием. Скажем так, таких людей очень мало, которые не справляются. Гораздо больше, которые справляются. И вот здесь есть одна такая проблема, скажем так, профессиональная аберрация. Это как раз то, что заставило, побудило нас, родителей, выйти вот на такое серьезное поле общения. Ну вот смотрите, врач, который лечит аппендицит. Он на это специализируется, и он все время лечит аппендицит. И когда его спрашивают, а он не видит здоровых людей, у него есть два типа людей, которым можно еще три дня подождать, которые вот еще не очень, и те, кто перитонит, уже весь гной и животин, уже срочно резать. Вот срочно резать или попозже? И когда его спросят, а вот что сделать для профилактики аппендицита, он говорит, ну как, перед операцией не есть? Три дня всей стране не есть. Вот если мы будем подходить к общей семейной политике с точки зрения тех немногих, немногих семей, которые не справляются, то мы будем глушить всех остальных. Дело в том, что это касается очень серьезных проблем всей семейной политики. Представим, у нас есть сад. В нем выросли разные растения. Одни любят воду и тень, вторые – воду и солнце, третьи – солнце и сухость. Если мы сделаем тень и будем обильно поливать, то те, которые любят солнце и сухость, загибнутся. Мы можем сделать пополам. Это обильно поливать, а это, наоборот, тогда будет разное растение. Все-таки индивидуальный подход. Закончу идею какую. У нас сейчас семейная политика рассчитана на то, чтобы хоть как-то спасти тех, кто уже там маргинал. То есть нам нужно солнце и сухость, чтобы росли социально активные семьи, а у нас им никакой помощи нет. У нас все усилено, вот эти вот мокрые тень. В итоге эти загибаются, а эти все больше и больше. Ждивенческие настроения растут, пьяницы растут, а мы боремся с этими потугами. Это проблема во всем мире такая существует. То есть обращать внимание все-таки на семьи с достаточным социально-экономическим уровнем. Им помогать. Вопрос, каким образом им помогать. Вот как раз мы и в диалоге с государством, с НКО, с бизнесом, самими семьями должны понять, что именно должно быть. Я сказал уже про пенсию, что это вот такая система, которая на самом деле ломает семейные узы. Я объясню почему. Потому что когда я не получу пенсию, чтобы выжить, я должен родить детей, воспитать их так, чтобы они потом меня еще кормили. А когда мне совершенно без разницы, я могу их выкинуть, и так вот вы мне не дети. И на Западе это очень серьезная проблема. У нас пенсия маленькая, а там большая пенсия, там есть. И второй пример. В Москве пенсионерам, которые живут одни, 50% скидка квартплаты. Я прописан был в родителей, но жил с женой в другой квартире. Мне мама говорит, слушай, формально мы у тебя иждивенцы. Давай ты выпишешься, мы будем получать скидку. Ну ладно, я действительно жил с женой, но я когда вот об этом рассказывал вчера на семинаре, мне профессора, между прочим, ваших университетов сказали, что мы встречались с проблемами, когда семьи из-за этого дрались. Кто-то кого-то выгонял, подселял, в больнице выгонял, чтобы вот это было. То есть, с одной стороны, это помощь пенсионерам. Но если помню, с другой стороны, штрафуют тех, кто решил остаться со своими родителями. То есть, если бы я там жил... Серьезный клин такой в отношении. То есть, если я остался, все-таки решил жить с мамой, и же помогаю ей, то меня за это штрафуют фактически. Надо смотреть с разных сторон. И тогда мы увидим такие интересные решения, ответы, что у нас не будет вопроса, почему там чиновники такой закон сдали и прочее. А вы предложите нормальные законы. И мы в диалоге с чиновниками как раз этим и занимаемся. Спасибо вам большое. И традиционный блиц в конце. Воспитание своих троих детей. Вы каких основных принципов воспитания придерживаетесь? Ну, надо их любить. Раз. Причем... Безусловно, и любовью. В этом все сказано, но просто любовь проявляется по-разному. Вот понимаете, в чем дело? Иногда нужно детей наказывать, причем серьезно, но именно любя их. Я бы сравнил это... Вот представьте такую, может быть, драматическую ситуацию. Вы врач-хирург, и ваш родственник, у него гангрена, нужно отрезать там руку-ногу, но при этом обезболивающих нет. И вот вы режете по живому руку там своему родственнику. Вы понимаете, насколько это больно. Вы представляете, как вам это больно. Но если этого не сделать, человек умрет. Это тоже проявление любви. Вот вроде бы наказываем, убьем ребенка, но это проявление любви. Поэтому надо любить ребенка, в этом все сказано. И образование его соответствующее будет, и воспитание. Это вся работа НКО, с которым мы общаемся, которую мы пытаемся передать. Это то, чтобы разные формы любви передать родителям. Вы много, наверное, встречаетесь с современными родителями. Что вас огорчает в их поведении? Разных родителей встречаете? Огорчает, когда они пьют, курят и матерятся при детях. А что радует? Радует, что... Что такое современный сейчас родитель? То, что сейчас очень многие молодые люди, молодые родители понимают, что да, вот на любовь это счастье. Вы знаете, недавно у нас как раз был круглый стол в парламентской газете. В Москве есть такой орган, который при Госдуме и Совете Федерации. И там один из наших участников сказал, что у меня сейчас столько детей, я вот счастлив вот в этом все. Но проблема в том, что когда бы не было детей, он ничего не знал про это счастье. И вот это вот стремление суда, его нужно показать, это типичный маркетинг. Мы сейчас все свои насущные дела давно решили. Продукты, питание, сон. Все, что нам сейчас предлагают для покупки, то, что нам не нужно. И задача маркетинга и рекламы – убедить, вот это ты без этого умрешь, обязательно купи. Вот сейчас одна из задач семейной политики – всем рассказывать, какой кайф и какое счастье жить в семье, вместе, с женой, с детьми, когда их много. Это реально счастье. И те, кто долго живут с одной женой, не изменяют ей по 5-7 детей, они счастливее многих, вот тех, кто там богат, с машинами и прочими. Вот это нужно показать, рассказать. И сейчас многие, вот что мне радует, многие родители, не имея того количества детей, уже стремятся к этому счастью. Это уже ваши победы? Ну нет, я скромный солдат, несу свою там, разматываю провод связи с между одними и другими. Моя задача – соединить в каком-то живом диалоге тех, кто что-то делает. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Удачи. Вам тоже. В программе «Такие дела» принимал участие Руслан Ткаченко, председатель региональной общественной организации Московский городской родительский комитет, председатель ассоциации «Многодетная страна». Готовясь к программе, наткнулась на замечательную фразу матери Терезы. Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин